Как вид спорта стрельба из лука позиционируется начиная с 15 века. Именно тогда в Швейцарии стали проводиться состязания лучников, посвященные легендарному Вильгельму Телю, искусному лучнику и народному герою. Стрельба из лука это не просто красивый старинный величественный вид спорта. Это отличный способ проверить насколько хорошо у вас развито пространственное мышление, сильные руки и быстрая скорость вашей реакции. Константин Анатольевич, я очень внимательно слежу за выступлением нашей команды по 3D стрельбе из лука и узнала, что какие-то определенные изменения произошли в этом виде спорта. Да, совершенно верно. В начале июня наш вид спорта 3D стрельба из лука был включен в официальный реестр видов спорта в Российской Федерации как дисциплина, одна из дисциплин стрельбы из лука. То есть мы можем вас поздравить с официальным статусом? Да, конечно. Все поздравляем друг друга как бы и вот приятно слышать от вас это поздравление. Чем занималась команда вот в эти месяцы, пока мы с вами не виделись? Ну, мы съездили на первый этап Кубка России на Валдай. В последний месяц это мы посетили два турнира товарищеских, это в Белгороде и Волоколамске. Турнир назывался четыре сезона Волоколамске и один из этапов Кубка Черноземья это в Белгороде и буквально несколько дней назад мы приехали из Санкт-Петербурга, где проходил второй этап Кубка России. Ну и каковы результаты этих соревнований? И в Белгороде и в Волоколамске наша команда не осталась без наград традиционно, что радует, особенно радует Данил Тихонов, который на всех этапах последних занимает первое место в классе инстинктив юниор. И вот в Санкт-Петербурге он также занял первое место, а Дмитрий Иванов занял третье место. Они участвовали в финалах и это очень тяжелая, очень нервная работа. Ребята очень успешно прошли это испытание. Как объяснить у нас смена лидера, что-то случилось? Ничего не случилось особенно. Действительно, Дмитрий Иванов это обладатель Кубка России среди юниоров прошлого года. Достойно стреляет в этом году. Это связано с быстрым ростом юношеского организма. Ребята буквально за зиму выросли на 10-15 сантиметров вверх. Хороший лук, который рассчитан на взрослого спортсмена. Сейчас ему немного тяжеловат. Я думаю, что в течение полугода, года его организм войдет в норму, не будет такого быстрого роста и он просто-напросто привыкнет к этому луку. То есть физиологическое развитие, оно сейчас берет верх над точностью получается, да? Получается так, но это не настолько критично, чтобы заявлять, что команда проигрывать начала. Нет, это все в рамках первого-третьего места. Тем более в финале присутствует элемент случайности. Я думаю, Дмитрий Иванов уже в этом году и поборется за первое место. Ну а что впереди ждет команду? К сожалению, мы пропускаем этап Кубка России. В Екатеринбурге по финансовым причинам это достаточно далеко от нас и мы просто не в состоянии поехать туда. Другой этап, следующий этап Кубка России, который будет проведен в Нижнем Новгороде, мы обязательно посетим. И помимо этого нас ждет ежегодный турнир в Красной Горбатке. Хочется напомнить, что наша команда состоит из титулованных стрелков. Это обладательница Кубка России среди женщин в классе инстинктив Дина Лебедева, обладатель Кубка России в классе инстинктив юниоры Дмитрий Иванов и неоднократный призер этапов Гран-при России и Кубка России Даниил Тихонов. Соответственные результаты у ребят высокие. На турнире в Белгороде Дмитрий Иванов занял второе место, а в Питере третье. Даниил Тихонов в Локоламске и Питере в классе инстинктив юниоры стал абсолютным чемпионом, обладателем золотых медалей. Дина Лебедева на соревнованиях в Санкт-Петербурге по итогам двух дней заняла второе место, но не совсем удачная стрельба в финале принесла ей только четвертое. Приятно, что селивановские спортсмены-лучники вносят посильный вклад в развитие этого вида спорта в России и каждый раз, возвращаясь с турниров, радуют нас своими успехами. Дима, какие последние соревнования у тебя были? Это второй этап Кубка России в городе Санкт-Петербург. Волоколамский марафон четыре сезона и мы ездили на дружеский турнир в Белгород. Ну а о каких соревнованиях? В каком городе расскажешь? Ну, я хочу рассказать о втором этапе Кубка России в городе Санкт-Петербург. Этот этап был сложный, ну, трасса там была сложная, всем пришлось очень хорошо перед этим потренироваться и выступили, ну, хорошо, как потренировались. Соперники серьезные были? Соперники были серьезные, приехали из многих городов, областей. Пришлось очень сильно побиться. Ну, а сам доволен собой? Ну, да, доволен. Ну, третье место, ведь это все равно же призовое, правда? Да, это призовое место. Я нисколько не расстроился, потому что я достоин третьего места. Ну, раньше мог бы больше занять, но сейчас у меня новый лук, я к нему еще привыкаю, поэтому я не расстраиваюсь. Ну, теперь ждет в Горбатке турнир. Я думаю, родные стены и родные поля вам и леса помогут? Ну, я надеюсь, что да, мы обязательно потренируемся хорошо, чтобы на Горбатке выступить хорошо. Не стыдно, чтобы было. Даниил, а о каких бы соревнованиях рассказал ты нашим телезрителям? Я хотел бы рассказать о соревнованиях, которые проходили в городе Волоколамск. Там была очень протяженная трасса. Два круга были в один день. Конкуренция была достаточно большая. Все-таки ты первый. Да, все-таки я первый. Ну, а как удалось-то? Трудно было? Было достаточно трудно проходить два круга в один день. Соперники серьезные, да? Да, были серьезные соперники, но это все проходило без финалов. А сам-то веришь, что ты вот первый, что ты лучше всех? Ну, я не могу так точно сказать. Есть и более достойные соперники, поэтому... Ну, что поэтому? Поэтому ты все равно первый пока. Поэтому нужно удержать эту планку. Согласен все-таки, да, потрудиться. Впереди турнир на Красной Горбатке. Что требуется от вас? От нас, в первую очередь, требуется очень хорошо подготовленная трасса. И мы надеемся, что она понравится нашим гостям. Турнир в Красной Горбатке пройдет 19-20 июля. Его организаторы – Национальная ассоциация стрелков из Лука, администрация Селивановского района и спортивный клуб «Колпи». Уже сейчас на участие в соревнованиях поступило более 100 заявок от спортсменов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Владимира, Самары, Твери, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Алтайского края и других регионов. Турнир будет стать из двух частей. Это этап Гран-при России и командный турнир на Кубок главы Селивановского района «Горбатка-Опен», который проводится уже в третий раз, а сами турниры уже в шестой раз проводятся на Красной Горбатке. Приглашаем всех и участников, и зрителей поболеть за нашу команду. А какая подготовка идет и где будет проходить турнир? Подготовка идет. Это достаточно сложный процесс. Мы готовим, во-первых, ищем места для трасс, на которых будет проходить непосредственно турнир. Пытаемся сделать, чтобы это было очень сложно, но, с другой стороны, и доступно в плане транспорта, чтобы можно было подъехать на машине и буквально через несколько метров оказаться на трассе. Места проведения практически определены. Первый день мы будем стрелять на трассе вблизи деревни Андреевка. Там очень хорошее место оказалось, и дорога вполне приемлемая для подъезда. Второй день мы будем стрелять, если, опять же, позволит погода, и доступ будет хороший для транспорта в районе микрорайона Сельцо. И финальная часть, и команды, финал команд мы планируем провести на нашем центральном стадионе в присутствии зрителей. Поэтому приглашаем всех желающих посмотреть. Мы постараемся, чтобы был комментатор, который расскажет о том, что происходит на поле. Ну и самое главное, поддержать нашу команду. Причем мы планируем выставить три команды с Ливановского района. И надеемся, что одна из них будет близка к победе. Ну, на спортивном поле это будет сюрприз для наших жителей. Я думаю, что зрителей соберется немало. Будем надеяться, но сюрпризом будет это не только для зрителей. Я надеюсь, но сейчас все об этом узнают, что это будет сюрпризом и для самих участников соревнований. Потому что на стадионах за последние четыре года, что мы занимаемся этим видом спорта, финалов не проводилось. Будем надеяться, что этот эксперимент понравится и позволит еще более популяризировать наш вид спорта, который за последние два года действительно очень сильно развивается. Количество участников растет и самое главное, растет уровень участников. То есть конкуренция обострилась и результаты значительно выше, нежели два-три года назад. Традиционно мы желаем победы всем участникам и, конечно, будем болеть за нашу команду. Спасибо. Болейте и приглашаем вашу съемочную группу к нам на турнир.